На нашем поздравительном вебинаре. Мне это так тоже волнительно. Я прям разволновалась. Спасибо Елену за поздравление, за такое доверие. Рада вас всех видеть такой дружной семьей большой. И вообще это здорово, когда такие вебинары и такие мероприятия организовали. И организаторы наши огромное спасибо. Спасибо всем, кто в комнате. Это очень здорово. Я думаю, вы со мной согласитесь. Начну с того, что я в Reflame со второго раза. То есть первый раз меня тоже так же пригласили когда-то в онлайн. Это оказалась российская ветка. И потом мне пришлось даже как-то дождаться терминации. А потом чуть выше скажу почему. Это просто интересная такая история. Немножко даже мне показалось потом странный такой был Reflame для меня. Но все-таки я поверила в Reflame. Мне нравится эта продукция. И я все-таки потом дальше выше скажу почему. Ну начну с того, что мне 42 года. Живу я в маленьком городке. Город-городок. Рядом с Ильичевском. Это всего лишь 40 минут езды. У меня два образования. По одному образованию я хриограф. А по второму я закончила БНТУ. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. И так как маленький городок, ну устроиться, работать, конечно, было... То есть не конечно, а то есть... Ну вакансии, которые предлагались, ну может мне не нравилось или что-то. Мне пришлось также в интернет поискать работу два через два в городе Витебске. Я устроилась к замечательной частнице. Милая женщина. И я у нее работала год и шесть месяцев. И вот здесь вся моя история и началась в Reflame. То есть по счастливой случайности я увидела милую, красивую женщину. Это Елена Раскочева. В магазине как-то, знаете, даже смешно так как-то говорить. И мне как-то тогда вот так было стыдно. То есть я ей даже как-то спросила. Елена, а вы в данный момент, когда я была в российской ветке, и поясню, что я работала два через два, ездила, там работала. И мне было неудобно. То я работаю, то не работаю. И то есть вот так. И была консультантом. И тоже вышла на шесть процентов. Ну, а здесь, когда я у Елены спросила, Елена, а вы консультант Reflame? Она мила-мила улыбнулась и сказала, нет, я бриллиантовый директор. Тут у меня все. И прям меня так осенило, и думаю, боже мой, это действительно все реально, это все здорово. И я просто все, меня осенило. Я просто так и подумаю, что, а почему я в российской ветке, почему вот здесь у себя прям лично вот так, это было так здорово, это было для меня супер. Я ждала терминации. Потом я просто ждала терминации. Я предложила, то есть дружбу, нашла Елену в одноклассниках, она мне тоже оставила свои контактные данные. Потом я, когда уволилась, я просто-напросто сидела и ждала терминации. Я ждала терминации и наблюдала все за Еленой, за командой, за тем, как просто успешно они так, территории роста, они быстро растут. Все поздравления, все поездки, я, то есть, я прям, и меня тянуло, меня тянуло в рефлейм, я вот у меня, заложу, всем страничек у меня в одноклассниках, я заложу, у меня прям хотелось вот работать, но я не знаю, вот меня тянуло. Муж постоянно говорил, что да, это, наверное, твое. Потом он говорит, наверное, я попробую, все, наверное, уже терминация пришла, я попробую. Просто я написала Елене. Елена, можно я к вам? Она сказала, все, Светлана, пожалуйста. И где-то, наверное, дай бог памяти, наверное, 17 или 27, что такое числа, я зарегистрировалась 17 апреля этого года. Кажется, совсем это было недавно. Это так здорово, это так быстро. Я сказала, сразу приехала в офис, я сказала, Еленочка, объясните мне, как мне вот правильно начать. Я хочу стать директором, я хочу, я иду на бизнес, я хочу не просто пользоваться косметикой и просто сегодня заказала, завтра нет. Нет, все девочки, я просто то же самое всем и говорю. Это просто надо понять. Если вы хотите большого роста, это надо просто не то, что вы, я не знаю, как правильно сказать, а то, что понять, в чем суть и то, что нам нужно делать. Посещение вебинаров, я их посещаю постоянно, хотя в данный момент я работаю ухторственным руководителем Дома культуры. Времени у меня мало. Я мать у меня и бабушка. У меня сын и маленькая дочь. Я бабушка, у меня внук и внученька. Я работаю еще, помимо всего, у меня под опекой три прекрасные девочки, три сестрички. Ну, чтобы их вот так получилось. Судьба, мне в детдом отправили, я с мужем взяли под свою опеку. У нас большая семья и мне иногда тяжело, но на вебинары у меня рабочий день с 11 до 2, с 2 до 4 обед, потом с 4 до 8 и опять на работе. Вебинар всем, я лечу с работы раньше, чтобы успеть на вебинар, потому как вебинары дают очень много хорошего и полезного, потому как, например, если я даже жарю что-то, я все равно слушаю его. Я всегда могу на плюсик нажать, что я здесь, я слушаю, да, во многом мне помогает муж. Потом вебинар, то есть я вся запуталась, простите, я немножко взволнована. Вебинары еще потому, что всегда некоторые думают, что, а, и то же самое, то же самое, неправда. Каждый раз с вебинаровой получается очень много интересного и полезного для себя. То же самое одновременно вы обучаетесь, учитесь. Обучаться нужно, как я и говорю своим новичкам. Спасибо, пользуясь случаем, как в той программе «Польщу здесь», передаю привет, девочки. Я рада, что вы в меня поверили, что вы со мной. Потом вебинары, я сказала, да, потом стартовую программу. Когда я новичков тоже приглашаю, я говорю, что нужно, конечно, некоторые отвечают, но нет возможности по-всякому. То есть я начала сразу стартовую программу делать, я забираю все подарочки. Подарочки это я люблю, это здорово, да тем более у меня столько девчонок. Так что это просто круто. Стартовую программу делаю, вебинары посещаю. Это всегда и с утра стараюсь, и с вечера. Потом, как я говорила, что про стартовую программу я сказала, про стартовую программу, что я забираю классные подарки, здорово, это супер, я их люблю. Потом, что еще хотела сказать, так быстро, чтобы не задерживать всех. Значит, не могу даже, переволновалась. А, потом, я еще шла, что на бизнес, почему, потому, смотрите, если, например, я вот 42 года прожила, да, я сама родилась в многодетной семье, в многодетной семье, то есть я с 10, я 8, я не была избалована, я нигде не путешествовала, и меня еще толкнуло на то, что у меня маленькая дочь, ей 6 лет, да. И я подумала, если я 42, ничего не добилась, почему не попробовать то же самое, что через 10 лет моей дочери будет 16, да, и как я говорю, Ангелина, что ангел мой, говорю, ангел мой, может, может, для тебя я что-то и сделаю. Я только ради тебя все вот это вот стараюсь. И я хочу достичь целей, хочу, чтобы вы тоже все молодцы, просто-напросто поймите вот этот смысл, что если выходить от трудного, ничего нет. Главное дело, три простых правила. Когда вас приглашали, и когда я приглашаю и провожу собеседование, знаете, когда мой муж сказал, что ты проводишь собеседование, ты знаешь, я тебя слушаю, и я захотела с тобой работать. Но пока, я говорю, пока, ну нет такой возможности, потом, в скором, в будущем, да, он мне здорово помогает. И все получится, и просто-напросто, если не делать свои 42, через год мне будет 43, и будет то же самое, дом-работа, работа-дом. А попробовать всегда нужно. И это просто здорово. И я, когда сразу начала стартовую программу, я подписку сделала на Wellness. На Wellness Pack я довольна тоже Wellness Pack. Это и плюс, как для всех, кто впервые здесь новички, то есть это и баллы, бонусные баллы. И плюс это здоровье. Это просто очень здорово. Я горжусь собой. Спасибо за поздравления. Я буду стараться, я буду тянуть и подседивать своих новичков. Не буду говорить пофамильно, я вас всех вижу здесь. Я тоже думаю, что вы меня видите и слышите. И даже поставьте мои новички, мои личные приглашенные плюсики, я очень горжусь. Вы тоже стараетесь, вы поверили в меня, вы вместе с Reflame. И просто-напросто я хочу, как и всем вам, так себе успехов, только успехов. Всегда будьте на высоте, верьте в мечту и поставьте перед собой цели. Ну, наверное, и все. Спасибо вам большое. Я с вами, я рада, что я в Reflame. Спасибо. Спасибо.